Спасибо огромное. Я постараюсь осветить ключи и моменты, так как у нас все-таки тайминг. Данную презентацию должна была представить директор нашего центра Айда Шелевековна, но по определенным причинам она не смогла сегодня присутствовать. Как мы с утра говорили, хорошо было бы, если бы ДКП назначалось на базе сообществ. И как раз в этой презентации я бы хотела поделиться опытом предоставления ДКП на базе НПО. Значит, наша деятельность осуществляется с такими НПО, как Кыргыз Индиго и Антиспит. Этот опыт является первым, то есть он пилотный в Кыргызстане, когда ДКП предоставляется на базе НПО. Также хочу отметить, что, как утром сказал Айбек Абдудаевич, все центры СПИДа, раньше назывались центры по профилактике и борьбе со СПИДом, сейчас мы также называемся Бишкекский центр по контролю за вирусными гемоконтактными гепатитами и ВИЧ при Министерстве здравоохранения. Значит, на базе НПО оказываются следующие услуги, это экспресс-тестирование на ВИЧ, гепатиты В и С и сифилис, до и после тестовое консультирование, консультирование по вопросам ДКП, подключение к ДКП и выдача препаратов. Вообще, идея выдачи препаратов для ДКП возникла после визита рабочей группы нашей страны, которая состояла из представителей службы СПИД и представителей гражданского сообщества, визита во Вьетнам, где услуги наблюдения за пациентами и выдачи препаратов давно проводятся на базе сообществ. Значит, партнерство с Кыргазиндиго это было в пилотном режиме, началась эта работа 16 сентября 2022 года, когда наш доктор, то есть доктор нашего центра, так как это был пилотный проект, она на бесплатной основе выезжала каждую неделю в Кыргазиндиго и консультировала людей, которые хотят получить ДКП. Также это происходило по пятницам, она консультировала, проводила экспресс-тест на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, консультировала по ДКП, подключению и там же выдавались препараты. Но так как консультирование подразумевает, что должно быть до и после тестовое, это занимало много времени, то есть там нужен был отдельный специалист по экспресс-тестированию. Эта работа шла 6 недель до ноября, и так как не было специалиста по экспресс-тестированию, то эта работа продлилась до ноября, а потом уже доктор не смогла выезжать в НПО, то есть это все уже переместилось на базу центра СПИД. Всего по Кыргыз-Индико получили консультации 14 клиентов, но подключены к ДКП были только 9 человек. Если вы спросите разницу, почему остальные 5 человек не получили, на тот момент в ноябре у нас были препараты для ДКП, но как и в любой другой стране, препараты, которые выделяются за счет госбюджета, они предназначены только для граждан той страны. То есть на тот момент мы не могли предложить иностранным гражданам препараты для ДКП. Через месяц в декабре, когда ПРОВА поставили нам препараты, мы смогли предложить тем пятерым людям начать ДКП, то есть уже могли предоставить им препараты. Значит, здесь были такие трудности, как не было специалистов по проведению экспресс-тестирования. Сейчас этот вопрос уже решен, то есть с ноября по май у нас не было этого специалиста, но в ближайшее время планируется, что эти выезды в Кыргыз-Индико возобновятся уже в составе двух человек. Это будет врач и отдельный специалист по экспресс-тестированию. Также, как я уже сказала, ограниченное количество препаратов для иностранных граждан, данный барьер уже устранен. И хочу отметить, что в нашей стране препараты для ДКП и профилактические программы, они абсолютно бесплатны и доступны как для граждан нашей страны, так и для граждан другой страны. То есть в этом ограничений нет. Партнерство с организацией Антиспид, оно началось в декабре. Это была инициатива ПРООН. Так как Антиспид активно работает с ключевыми группами, они тоже решили попробовать эту работу в пилотном режиме. И могу сказать, что работа пошла довольно-таки успешно. Там оказывались услуги по пятнице. Также проводились экспресс-тест на ВИЧ-сифилис, вирусные гепатиты В и С, до- и послетестовое консультирование, консультирование по ДКП, подключение, выдача препаратов и в случае выявления положительного результата, услуга перенаправления. Если это было возможно, там даже проводился забор крови с последующей доставкой в лабораторию. Потому что после того, как наши специалисты проконсультировали, выдали препараты, они после этого визита обратно возвращались в центр СПИДа. Потому что у них были расходные материалы, у них были препараты, у них была документация, которую надо доставить обратно в центр. По Антиспиду получили консультации 47 человек. К ДКП подключились 33 клиента. Услуги оказывали врач и отдельный специалист по экспресс-тестированию. Не все клиенты, к сожалению, приходят на повторное тестирование. Кто-то не приходит, кто-то приходит. Но что хочу отметить, что благоприятные условия для представителей ключевых групп населения на базе НПО – это то, что удобное место, удобное время и чувство безопасности. Потому что не все, например, люди, которые желают получить ДКП, они приходили в центр СПИДа. То есть кому-то не позволял график работы, кто-то не мог прийти из-за своего образа жизни, у кого-то были какие-то свои личные убеждения, может быть, боялся сильной дискриминации или кто-то увидит. Все услуги в связи с ДКП оказывались в одном месте. То есть человеку не надо было ездить куда-то в другое место, тратить свое время. Все услуги в рамках данных мероприятий проводятся совместно с государственной медицинской организацией и неправительственной организацией. То есть здесь еще хочу сказать, что наши специалисты стараются, чтобы возникли максимально доверительные отношения с людьми. И хотим отметить, что часть людей, которые первичные услуги получили на базе НПО, они потом уже приходили к нам в центр. То есть какие-то барьеры были устранены. Ну, конечно, как и в любой работе, есть свои трудности и барьеры. Несмотря на совместную работу медицинских сотрудников и представителей НПО, которую мы ведем по ДКП, есть недостаточная информированность о ДКП. Это зависит, возможно, от уровня образования, от каких-то личных убеждений. И иногда даже при необходимости приема ДКП у нас не всегда удается убедить человека, чтобы он начал прием препаратов. Есть также не все люди привержены при приеме препаратов для ДКП, потому что кто-то бросает прием препаратов. И если, например, человек не приходит через 11 дней после назначенной даты получения препаратов, то наши специалисты могут отметить, что этот человек прервал прием ДКП. Кумулятивно на начало мая получили ДКП 186 человек. Это общая цифра. Она складывается из тех людей, которые получили ДКП на базе НПО и которые приходили в центр СПИПа. То есть это кумулятивная цифра. Из них группа МСМ составляет 115 человек, серодискордантные пары 33, ТГ-15 и бисексуалы 23 человека. На данный момент 59 человек получают ДКП. То есть они сейчас находятся в процессе. Вопрос о найме специалиста решался очень долго. То есть практически с ноября по май мы решали этот вопрос. Но, как я уже сказала, этот вопрос решен. И в ближайшее время выезды в Кыргазиндиго возобновятся в составе двух человек. Еще хотела отметить, что у каждой организации, с которой мы работаем по этому вопросу, есть свои индикаторы. Но не всегда есть ресурсы, а даже если есть ресурсы, не всегда получается решить какие-то организационные моменты быстро, как нам хотелось бы. Вот как в этом случае. Но в любом случае я хочу поблагодарить организации Кыргазиндиго и Антиспит за сотрудничество. И сказать, что мы готовы продолжать нашу совместную работу в дальнейшем. Кыргазиндиго и Антиспит за сотрудничество. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!